Второй год мы собираемся в таком формате, в начале декабря, такая встреча, что называется «Без галстуков». Мы пытаемся немножко рассказать о тех проектах, которые завершили, подвести некие итоги года и пытаться рассказать, как будет банк развиваться в следующем году. 11 месяцев мы закончили с прибылью по российским стандартам около 600 миллионов и мы видим, что год получился лучше и удачнее, нежели чем мы ожидали. Нам удалось сохранить высокое качество корпоративного портфеля. Это очень важно на фоне многочисленных корпоративных реструктуризаций, охвативших нашу страну и что происходило во многих банках. Причем просрочка не коснулась 20 крупнейших наших клиентов. К счастью, в том числе, благодаря, наверное, и работе корпоративного дивизиона, и благодаря работе риск-менеджмента банка, который, безусловно, достаточно жесткую позицию занимал по ряду новых сделок, но это позволило нам сохранить качество портфеля на достаточно высоком уровне. Стоимость риска в нашем портфеле составляет всего около 6%, который очень хороший показатель. Это достигается уникальными методами принятия решений широкой клиентской базы существующих клиентов и высокой диверсификации портфеля. Раньше ОТП-банк имел примерно около 15% рынка в постбизнесе, а в текущий момент по новым выдачам мы уже около 24% имеем, ну, долю рынка, так сказать. В текущий момент мы продаем уже относительно неамарских продаж, продаем примерно в 2,5 раза больше. Сейчас, например, у нас начинается акция «Я вас всех приглашаю». Мы начинаем оформлять золотые кредитные карты с бесплатным первым годом обслуживания на очень выгодных условиях, так что всех вас приглашаю. Очень важным было внедрение интернет-банка. Мы сейчас начали пилот, и в ближайшее время это будет доступно всем нашим клиентам. И в следующем году мы интернет-банк будем развивать, давать дополнительные возможности. Треть нашего колл-центра перемещена была в Омск. То есть, ну, мне известны эксперименты и попытки многих банков разместить колл-центр. Ну, кто-то в Рязани, кто-то в Твери, кто-то еще где-то. По-моему, дальше Омска никто, так сказать, дальше Урала никто не забирался. Вот это, конечно, потрясающе видеть, как наши девушки замечательные маршрутизируют клиентов, глядя на схему московского метрополитена, сидя в Омске, они говорят, а вот вам надо, вот у нас такой банкомат, возле такой станции метро находится.